О задачах региональной системы образования в новом учебном году говорили во вторник на заседании правительства. Среди приоритетных вопросов информатизация образовательных учреждений, создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в регионе по-прежнему остро стоит кадровый вопрос, доложила Ольга Антонова, начальник профильного департамента. Профессия учителя, по ее словам, стареющая. Если в прошлом году у педагогов пенсионного возраста в области насчитывалось 26% от общего числа, к этому году цифра выросла почти на 3%. Молодые кадры, к счастью, приходят в школу. Каждый год 100-120, в прошлом году 140 человек пришли в образовательные учреждения, но пока не восполняется кадровый ресурс. Поэтому и вот есть на сегодня, Павел Алексеевич, вакансии в школах, они остаются. Их порядка 160. Если учесть, что у нас 277 школ общеобразовательных, то это где-то полвакансии на школу. Для преодоления кадрового кризиса в регионе разрабатывают программу подготовки педагогов за счет областного и их муниципальных бюджетов. Большое внимание уделяют и профессиональному образованию. Так, в региональные СУЗы на данный момент уже зачислены 50% девятиклассников. У нас на сегодня, к сожалению, не все бюджетные места заполнены выпускниками. Свыше 500 мест пока остаются свободными. В основном это в дальних муниципальных районах. И на такие специальности, как слесарь, станочник, в том числе швея, только на 50% мы бюджетные места и контрольные цифры приема выполнили. Ликвидация двухсменного режима и перевод детей из школ с высокой степенью износа в новые – это две главные задачи федеральной программы по созданию мест в общеобразовательных организациях на период до 2025 года, рассказала глава профильного департамента. В текущем году Ивановская область не смогла воспользоваться федеральной субсидией на строительство школ в связи с жесткими условиями ее получения. Чтобы войти в государственную программу в 2017 году, рассказала Ольга Антонова, заняться подготовкой документации муниципалитетам необходимо уже сейчас. Необходима работа по подбору проекта из реестра Минстроя, его привязке к местности, поиску инвестора и финансовых средств и выполнение комплекса работ нулевого цикла строительства. Уважаемые коллеги, все, кто заявил при подготовке региональной программы потребность в строительстве или реконструкции новых школ на ближайшую перспективу, должны учесть все вышеназванные федеральные требования. В регионе активно идет процесс информатизации. Так, жители области постепенно изучают систему записи в школы и детские сады дистанционно, подают электронные заявления на сайте. Руководитель Департамента развития информационного общества Денис Степанов рассказал еще об одной новой статистической системе под названием «Контингент», которую на территории региона запустили в июле. На данный момент около 300 образовательных организаций уже установили эту программу. Ее использование позволит оперативно решать ряд задач. Получение информации о количестве обучающихся, проживающих на различных территориях, получение оперативной информации об очередях на зачисление в школы и о степени их наполнения, прогнозирование необходимого количества мест в школах, получение информации о влиянии образовательного процесса на состояние здоровья обучающихся, повышение доступности информации о школах и оказываемых ими образовательных услугах через государственные информационные порталы. С 1 сентября начнут действовать новые стандарты образования для школ. Кроме того, обновят систему обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья. Работа в этом направлении начата, но поверьте коллеги, то, что предстоит сделать, это гораздо больше. Потому что наша основная цель, чтобы ограничение здоровья не стало бы серьезным ограничением для того, чтобы дети находили себя в нашей жизни. В новом учебном году в Ивановской области будут работать 803 образовательные организации. На их подготовку из бюджетов разных уровней было выделено более 410 миллионов рублей.